МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Первый мы Тищенский. В эфире новости. В ближайшие полчаса мы расскажем вам о самых значимых событиях городского округа. Смотрите в первой части выпуска. Мы, Тищенцы, отметили День России. В праздничных мероприятиях приняли участие свыше 15 тысяч человек. А может, она начинается с весенней запеки сквозь. В 24-й городской школе устроили интеллектуальные соревнования на знание истории России. А в библиотеке микрорайона «Дружба» провели патриотический час через многообразие к единству. А теперь об этом и многом другом более подробно. В праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, приняли участие свыше 15 тысяч человек. Основные торжества прошли 12 июня. Начались они в полдень с традиционного фестиваля-марафона русской песни «Играй гармон земли мытищенской», который проходил в ДК Яуза. Фойе Дворца культуры украсили баннерами «С Днем России» и «С праздником» настроение создавало музыкальное сопровождение. Звучали песни о России. Фестиваль открыл женский академический хор «Элегия», который исполнил вместе с участниками марафона и гостями песню «С чего начинается Родина». В песенном марафоне приняли участие народный коллектив ансамбль русской песни «Чебатуха», детский хор русской песни «Савичора», вокальный коллектив «Калаш», детский ансамбль «Теплолетечка», ансамбль русской народной песни «Ивушки», «Зоренька» и многие другие. Всего более 20 хоровых коллективов городского округа мытищи. В конце выступления каждому из них вручили диплом и памятный знак. В преддверии Дня России на разных площадках в центральной части города, а также в Пироговском и Марфино, состоялось большое количество мероприятий. Праздничные мероприятия прошли в детских садах и школах городского округа мытищи. Концерты, исторические квесты, викторины, защита проектов «Заповедные уголки России», конкурс рисунков, лектории, игровая и творческая деятельность – это только малая часть интересных мероприятий, в которых приняли участие более 16 тысяч детей и подростков. О том, как День России прошел в 24-й городской школе, расскажет Сергей Берзин. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Слова этой, казалось бы, детской песенки заряжены таким смыслом, который понимается через время. И даже отрядные галстуки здесь кажутся такими естественными. Тем более, что у каждого отряда они свои. Это какой отряд? Да, это отряд. Это 3-й, 23-й, 25-я школа. У меня 2-й отряд. А что у вас вы сегодня отмечаете? Вот какой у вас? День России. Слова гимна многие выучили именно здесь. Много узнали и об истории страны. Хотя большей частью в летних лагерях занимаются спортом и детским творчеством. Символика у каждого отряда своя. Соответственно, у детей свои названия, свои девизы. Галстуки для того, чтобы у нас включается соревновательный процесс. Дети соревнуются у нас не только в каких-то творческих конкурсах. Они у нас соревнуются и в том, что в отрядных делах. То есть это помимо того, что точность, пунктуальность, они за это получают часики. А вот главное в сегодняшней программе – общий флеш-моб. Когда все вместе, за неделю ставшие друзьями, осознают, насколько они нужны друг другу. И сколько еще им предстоит успеть за один летний месяц. Программа очень насыщенная. За эту неделю прошло уже несколько мероприятий. Во-первых, это и открытие лагерной смены. Во-вторых, это насыщенная экскурсионная программа. Наши детки выезжали в Жолстого, выезжали в Марфино. Планируется экскурсия в Богородское. Ведь лето предназначено не только для отдыха, но и для того, чтобы научиться чему-нибудь новому, узнать что-то новое. Как быстро летят эти летние дни. А песни-то не кончаются. Моя Россия, моя страна. Здесь так красиво, как телеводы времена. Говорят, ребята быстро находят общие интересы и заводят серьезную дружбу, что потом с трудом расстаются. Вместе целая страна. Вместе дружная семья. Сергей Берзин, Константин Химичев. Информационная программа «День». Библиотеки городского округа Мытища провели для детей и их родителей множество интерактивных игр, викторин и мастер-классов на патриотическую тематику. Так, в библиотеке микрорайона «Дружба» в рамках патриотического часа через многообразие к единству ребята из 12-й школы, которые сейчас находятся в лагере дневного пребывания, узнали о том, что такое толерантность и познакомились с национальностями, проживающими в нашей стране. Анна Раченкова продолжит. Братских народов – союз вековой. А если обратиться к статистике – союз из 160 национальностей, каждый из которых имеет свой язык и культуру. Это многообразие. Мы – россияне. Ребята из 12-й школы, участники патриотического часа через многообразие к единству, конечно, познакомиться с каждой народностью не смогут. Зато они узнают о самых распространенных из них. Мы решили сегодня провести такую небольшую экскурсию по народам, которые живут на большой территории нашей страны. Потому что очень часто звучит слово «толерантность». Но мы считаем, что для того, чтобы вырастить именно толерантное поколение, ребята должны иметь представление о том, кто же с ними рядом живет. Какие многочисленные народы или малочисленные народы живут рядом с ними, чем они занимаются, чем они отличаются от нас, в чем мы схожи. Гостями библиотеки в этот день стали около 50 ребят. Это ученики младших и средних классов. Интересно, какой смысл они вкладывают в это сложное слово «толерантность». Мы должны дружить с другими национальностями, чтобы, если пришел терроризм, мы их быстро победили. Как ты думаешь, что такое «толерантность»? Толерантность – это значит уважение к другим национальностям. Ты думаешь, это важное качество? Да. Потому что если что-то случится, то мы вместе сможем победить. Вместе. У меня в душе много доброты. Я умею прощать всех. И я слушаюсь маму. В рамках патриотического часа школьники узнали интересные исторические факты, особенности быта и культур, национальностей, проживающих в Краснодарском крае, Татарстане и Бурятии, а также в Сибири и на севере нашей необъятной страны. Такие интерактивные экскурсии в библиотеке номер 4 – не редкость. Кстати, насыщенная программа «Июня» полностью посвящена России. Это часть проекта «Весь мир в библиотеке». В его рамках гости смогут заочно побывать в разных странах мира и познакомиться с традициями проживающих здесь людей. Анна Раченкова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска. Когда построят школу в жилом комплексе «Цветочный город»? Этот и другие вопросы рассмотрели участники строительного дня. То, что они будут построены однозначно, это мы обяжем застройщиков, но то, что в срок уже не будут сданы, это очевидно. День открытых дверей в МГКБ. На вопросы рожениц отвечают врачи-неонатологи. Если есть родственники желающие, вот, например, папа может здесь обошли, смотри. А на стадионе «Торпедо» юные пловцы боролись за значки «Готов к труду и обороне». Это было, в принципе, легко, потому что мы делаем больше на сгрузке. Почему одних застройщиков приходится поторапливать с выполнением своих обязательств, а с другими и вовсе вести особую разъяснительную работу, так как они не исполняют условия договора? Эти вопросы стали главной темой строительного дня. Их накопилось предостаточно, и ответить на них должны крупнейшие застройщики городского округа. Слово Сергею Берзину. Это можно было бы назвать лишь летним затишьем. Строительные работы остановились на нескольких многоквартирных домах. Но информация о неблагополучии на строительных площадках поступает не первый месяц. В чем причина перебоев? А еще важнее, в чем причина неисполнения обязательств по инвестиционному договору? Делается вид, что все идет по плану, а вот социальные объекты – школы, детские сады, очистные сооружения – могут подождать. С такими предложениями приходят на стройдень представители именно строительных компаний. Все предложения связаны с тем, чтобы сократить ваши затраты и продолжить реализацию инвестконтракта, продолжать прибыль. Не получится так. И зря вы их расслабляетесь. С большей структурой, и ваш руководитель расслабляется. Не получится. Строить и сдавать многоквартирные дома без обеспечения их необходимым социальным сектором просто нельзя. Это многократно доказано. Но застройщики то и дело натягивают финансовое одеяло на себя. Если застройщик не выполняет свои обязательства, которые у нас закреплены инвестконтрактами, то возникает определенная напряженность. То есть мы должны новых жителей городского округа Мытища определять уже в те социальные учреждения, которые раньше были построены. Школы, детские сада. То есть возрастает нагрузка на те же школы. Это вторая смена, от которой мы только что с таким трудом ушли. Те же очереди в детские сады. Сегодня под большим вопросом как раз две школы и два новых детских сада. Сегодня задача администрации максимально минимизировать те потери, которые могут возникнуть в случае продления сроков. То, что они будут построены однозначно, это мы обяжем застройщиков, но то, что в срок уже не будут сданы, это очевидно. Последний вопрос повестки дня требует выезда на место. На придомовой территории по адресу Юбилейная 39, корпус 2 из соседних домов идет тихое противостояние жильцов. Одни требуют перекрыть движение автомобилей через дворы, вторые отстаивают свои коммерческие гаражи, занимающие дефицитное место, третьи вообще недовольны управляющей компанией. Придомовая территория как бы ничья, поле раздора. Мы пришли, посмотрели, очевидно, что парковка, нормальную современную парковку, а этот гараж, который надо убирать весь. Кончились времена этих гаражей уже. Сделать открытую нормальную парковку. Опять-таки, без учета мнения всех заинтересованных жителей, решить задачу нельзя. Совет дома должен выработать единую позицию. И в данном случае администрация идет навстречу. Вся территория должна быть приведена в порядок. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Бульвар ветеранов. Излюбленное место для прогулок давно нуждался в реконструкции. И в прошлом сезоне начался ремонт. Однако подрядчик оказался недобросовестным. Качество выполненных работ вызвало возмущение, в том числе у горожан. Этим летом все будет иначе, заявляет муниципалитет. И впрямь рабочим и садовникам осталось сделать последние мазки. На днях мои коллеги прошлись по обновленному бульвару ветеранов и готовы рассказать, каким он теперь будет. Уже сомнений нет. Бульвар ветеранов преобразился. Неудачи остались позади. В этом сезоне на работу вышел новый покладистый подрядчик. Под пристальным контролем муниципальных служащих ему удалось таки ровно уложить тротуарную плитку в прогулочной зоне. Сейчас рабочие оформляют протоптанные мытищенцами на газонах тропинки и спортивную площадку. У нас идут по линии нашего депутата Чаплина-Областного, потому что выделены средства на три площадки. Мы их, конечно, поставили в своих скверах. Это на Советской коллективной, это в Перловском парке и вот здесь. То есть в наших зонах, в больших скверах, так скажем, городских. Одновременно городские садовники колдуют над клумбами. В этом сезоне ландшафтные дизайнеры решили добавить к зелено-коричневой листве уже распустившейся на бульваре ветеранов солнечной мазки. Посадки закончим на той неделе, потому что еще не весь материал подошел. Будем говорить так, золотистые формы барбариса ждем на той неделе. И оставшийся можжевельник тоже должен прийти в это воскресенье, понедельник, ждем эту поставку. Ну, практически останется только содержать, отливать сейчас газоны, цветники, которые здесь высажены по портеру. Экосистема бульвара ветеранов уже сложилась, говорит специалист. Задача новых растений – поддержать, освежить существующий ансамбль. С ней хорошо справляются белая акация, золотистый клен, рябина, декоративные яблони и черемуха «Нана». Это вот новые такие городские, так скажем, элитные растения, которые в небольших количествах сажаются, ну, как бы как украшение. А основные породы, конечно, здесь преобладают липы, сосны, ну, лиственницы. И, конечно, ноту торжественности в настроении, царящая на бульваре ветеранов, вносят цветы. В этом сезоне на клумбах должно распуститься нечто необычайное, – пообещала Татьяна Малешина. Однако назвать растения отказалась, побоялась привлечь вандалов. Если, допустим, что-то украдут, унесут, то вернуть растения. Мы же работаем опять по 44-му закону, нужно опять аукцион, опять это. То есть мы не можем так быстро приобрести. А, например, порой этих растений уже можно и не найти так быстро. Поэтому очень хочется, чтобы все это сохранилось. Да, оказывается, не все мы, тищенцы, умеют любоваться природой. А ведь это не так сложно. Тем более здесь, на бульваре ветеранов, где для гурманов есть все необходимое. Ажурные лавочки в тени, урны, прогулочная, игровая и спортивная зоны. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День». Уже более 10 лет перинатальный центр МГКБ проводит Дни открытых дверей, где все желающие, будущие мамы и папы, могут оценить условия пребывания в медицинском учреждении, а также познакомиться с персоналом больницы. А самое важное – получить ответ на главный вопрос – где рожать. Тема продолжит моя коллега Алла Сталаева. В палате есть одноместная палата, где находится одна женщина и ребенок. Есть двухместная, есть трехместная. К выбору места, где на свет появится малыш, современные мамы подходят особенно ответственно. Каждой хочется, чтобы и условия были на достойном уровне, и специалисты – настоящие профессионалы своего дела. Чтобы лично убедиться в этом, жительницы городского округа Матищи и других городов Подмосковья пришли на день открытых дверей в Матищинский перинатальный центр. Здесь для них была организована экскурсия. Вы находитесь 24 часа со своими детьми, вместе с медицинской сентрой. Также у нас днем работает специалист по грудному скармливанию Марина Владимировна. Будущие мамы осмотрели послеродовое и родовое отделение. Перинатальный центр рассчитан на 35 койко-мест, но при необходимости может вместить и до 55 рожениц. А это родовой бокс, где находится мама во время схваток. Естественный процесс не остановить, но сильная женщина готова дать интервью даже в таком состоянии. Сейчас какие у вас ощущения? Ну, полючие такие, прям вот они схватывают, дышишь и нормально. Главное – дышать. Вот. А кого же дайте? Мальчик. Если есть родственники желающие, вот, например, папа может здесь отдохнуть на кресле. Вот. Или, допустим, на диванчике полежать там какое-то время. Перинатальный центр активно практикуют партнерские роды. Муж, мама, папа или любой другой родственник могут быть рядом с роженицей во время появления ребенка на свет. А это палата для всех, кому проводили операцию Кесарева. Медбрат Павел работает в центре уже несколько лет. Его задача – помогать мамам и их малышам. Это послеоперационная палата для новорожденных. То есть после Кесарева сечения мамочка лежит вот напротив женской реанимации палаты, а детишки здесь. То есть дети с мамой не расстаются, по любому капризу. То есть накормление, все рядышком. Детей мы носим к маме, ухаживаем здесь за ними. Будущие мамы пообщались с медицинским персоналом больницы и задали интересующие вопросы. Ведь некоторые из них готовятся к первым родам в своей жизни. Ремонт очень хороший, произведен. На первый взгляд все прилично выглядит. В год в стенах перинатального рождается от двух с половиной до трех тысяч малышей. Здесь рожают не только жительницы Мытич, но и Королева, Ивантиевки, Щелково и других городов Подмосковья. У нас, думаю, что убедились все мамы. И некоторые были с мужьями, некоторые были со своими родственниками. Что у нас роддом открыт, что можно посещать женщин после рода в индивидуальных палатах. Что можно присутствовать на родах. И мамам вести себя будет более комфортно в родах. И родственникам будет более спокойно. Дни открытых дверей в Мытичинском перинатальном центре проходят два раза в месяц. В четвертый четверг и во вторую субботу месяца. Каждая женщина может прийти сюда и посмотреть все условия пребывания. А мамы, которые побывали здесь на этот раз, уже сделали свой выбор. Алла Сталаева, Денис Корнев, информационная программа «День». 25 площадок дневного пребывания работают в эти дни в городском округе Мытищи. Перед тем, как принять школьников, они прошли проверку. Специалисты убедили, что бытовые условия, в которых будут отдыхать дети, находятся на должном уровне. Однако не только решение житейских вопросов вменяется в обязанности педагогам. Они должны позаботиться о досуге своих подопечных. А как с этой задачей справляются сотрудники площадок дневного пребывания? Прокурорская проверка покажет. Эти школьники не догадываются, что к ним пришли с проверкой сотрудники прокуратуры. Они заняты своими обычными делами. Да, нам нравится. А чем больше нравится здесь заниматься? Нам нравится рисовать. Мы ходим на бружки разные, на плавание. Классно в лагере. Очень весело. А что нравится больше всего? Ну, бегать, прыгать и больше этого, ну... Вам все это разрешают делать? Да. Да, разрешают. У меня очень много подруг появилось в лагере. И у нас тоже. На месте, под алыми парусами, так называется площадка дневного пребывания, расположенная в школе номер 31, остаться невозможно. Сейчас, согласно расписанию, начались спортивные занятия. Педагоги предложили детям пробежать эстафету. И даже болельщики, рассаженные по скамейкам, то и дело вскакивают. Поддерживают своих новых друзей. Каждый день тех, кто отдыхает здесь, расписан по часам. Соревнования, занятия в кружках, оздоровительные процедуры, прогулки. А ведь еще отведено время на еду и сон. Словом, скучать школьникам, оставшимся летом в городе, некогда. В этом убедились и сотрудники прокуратуры. Дети с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. И, собственно, мы с вами свидетели того, что настолько увлекательно они, что думать о чем-то неправильном у них нет времени. Сейчас они активно отдыхают и, собственно, реализуют свое право на отдых и на оздоровление. На территории муниципалитета работают загородные лагеря и более двух десятков площадок дневного пребывания. Большинство из них развернуты в школах. Недалеко от дома этим летом набраться сил к новому учебному году смогут почти 1800 мытищинских школьников. Точное и неукоснительное соблюдение требований законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления детей является одним из залогов их физического развития нормального и сохранения их жизни и здоровья. Ольга Каткова отметила, что специалисты, как педагоги, так и сотрудники надзорных ведомств прикладывают все усилия, чтобы отдых мытищинских школьников прошел без сучка, без задоринки. Надежда Трифонова, Олег Степанов. Информационная программа «День». Русские народные промыслы, зародившиеся много веков назад, известны во всем мире. А самые яркие изделия создаются в Подмосковье. В наши дни на территории Московской области в сфере художественных народных промыслов работают около 20 предприятий. Часть из них представлена на выставке в Мытищинском историко-художественном музее. Познакомиться с творчеством может любой желающим. Сегодня многое приходится открывать заново. Меняется отношение к истории, как к череде политических интриг. Куда важнее представляется история народная, она больше может рассказать. Особенно в своем художественном воплощении. Народные промыслы – это своеобразные информационные каналы из прошлых веков. Они, каждый по-своему, отражают судьбы народа, которые далеко еще не изучены и тем более интересны. В этом зале вы видите сердце России, потому что это народные художественные промыслы. Это то, что идет от души, то, что идет от земли, то, что идет от сердца. Это и кжельские изделия, это и деревянные изделия. Они взяли за основу игрушку начала 19 века. То, что делали в Сергиевом Посаде. И они сейчас это восстанавливают. Павлово-Посадские платки, фарфор Дулева, вербилок – это все подмосковные промыслы. Это то, чем мы должны гордиться. В залах Мытищинского историко-художественного музея – настоящий форум лучших подмосковных художественных промыслов. Традиционная совместная выставка. Сегодня многие промыслы переживают второе рождение. Как когда-то они зарождались в условиях преследования и гонений, конкурентной борьбы, но доказали свою значимость и необходимость, так и сегодня, переживая не лучшие времена, они вновь восстают, как птица-феникс. Подмосковье, наверное, самая богатая из всех земель России на промыслы, потому что именно здесь, под Москвой, очень много народных художественных промыслов исторически располагалось. А Мытищи, наверное, богаче всех остальных в Подмосковье. В этих вещах отражена и наша давняя история, и наши традиции, и душа нашего народа. Никакой мистики. Вглядитесь в эти живые фигурки. Они многое вам расскажут и о времени, и о себе, и о вас тоже. Выставка будет работать до 8 августа. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Мытищинцы выбирают здоровый образ жизни, а лучший способ проверить свои успехи – это сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На днях испытали свои силы юные пловцы, учащиеся школы Олимпийского резерва. Для этих ребят ежедневные тренировки – дело привычное. Вот только при сдаче норм ГТО выложиться нужно по максимуму. 10 воспитанников школы Олимпийского резерва по плаванию сегодня пройдут настоящее испытание спортом. Перечень задач большой. Подтягивания, отжимания, бег, наклоны вперед, стрельба, прыжки в длину, метание мяча и поднимание туловища из положения лежа. Количество упражнений и скорость решают все. Наши дети занимаются плаванием здесь в Бригантине рядышком, все спортсмены, все с разрядами и, соответственно, решили для себя попробовать, насколько они способны сдать нормативы ГТО. Организовались родителями из нескольких возрастных групп и приехали сдавать. Целенаправленно конкретно эту группу особо не готовили, потому что они, в принципе, занимаются ОФП у себя в бассейне, поэтому, я думаю, особого труда для них сдать не составит. Сегодня родители в роли группы поддержки подбадривают и дают советы. Ведь большинство этих мам и пап в юности также сдавали нормы ГТО и вполне успешно. Напоминают о тех временах золотые значки. Юные пловцы к наградам уже привыкли, поэтому отступать не собираются. Такой характер закаляется на трехчасовых тренировках шесть раз в неделю. Это было, в принципе, легко, потому что мы делаем больше на сгрузке. Тренировки сложнее и для нас это легко. На тренировках работаешь больше, а тут, ну, просто делаешь на максимум все. Здесь не так сложно, потому что на тренировке у нас мы бегаем много, на сухой, даже подтягиваемся. Ну, мне было очень легко, ну, здесь. Пока ты готов, доволен своим результатом? Пока да. Пока я все сдаю на золотой значок. Свои заслуженные награды ребята получат в сентябре. Организаторы напоминают, проверить себя на прочность может каждый. Необходимо лишь направить заявку в Матищинский центр тестирования. Для того, чтобы сдать испытания ГТО, нужно быть зарегистрированным на официальном портале ГТО. Чтобы именно у нас сдавать в центре тестирования, необходимо подать заявку на нашу электронную почту. Вся необходимая информация представлена в нашей группе ВКонтакте, в центре тестирования ГТО городского округа Матищи. И также у нас еще существует Инстаграм. Комплекс «Готов к труду и обороне» возвращает себе былую славу. Если последние три года проект внедрялся, то следующие шесть лет организаторы планируют совершить настоящий прорыв. И к 2024 году число участников комплекса ГТО должно превысить 80 миллионов человек. Анна Раченкова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Я на этом с вами прощаюсь. Еще больше информации на сайте Первого Матищинского. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты». Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру Субтитры создавал DimaTorzok Прибор электрический приобретаю. На нем маркировку я изучаю. Вот букву А на приборе я вижу. Что это значит, узнаем поближе. Прибор с буквой А – самый лучший ребят. Ему очень мало энергии надо. В Б или С – потребление выше. Класс эффективности будет пониже. В ДЕФГ – еще ниже значение. Эти приборы – одно разорение. Покупая прибор, не забудь. На этикетку и букву взглянуть. Часто говорят, что продукты и одежда дорожают, а зарплаты не растут. Я часто слышала от своих родителей, что нужно экономить, думать о будущем. А вдруг моих родителей сейчас уволят с работы? И как мы тогда будем жить? Я же не могу работать. Я должна закончить школу, институт. Это будет не скоро, а страшно уже сейчас. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА